Классную шутку на днях услышал от иностранца. Удивляюсь я вам русским. Вы вешаете на дверь табличку «Вход свободен» и тут же ставите рядом человека с автоматом. Самое печальное, что в этой шутке вся наша российская действительность. И говорить сегодня будем именно об этом, конечно, в переносном смысле слова. Но для начала у меня вопрос к моим коллегам, журналистам и блогерам, к нормальным журналистам и нормальным блогерам, не полицаям режима, вот этим вот «Зигхайль, мейрфюрер!» Ребята, вы зачем подыгрываете мерзавцам от власти, обманывающим наших соотечественников? Поясните? Для чего вы в своих обращениях, статьях, блогах и так далее употребляете слово «карантин», говоря о ситуации с вирусом? Вы ведь не хуже меня, знаете. Нет никакого карантина и Путин его не собирается объявлять. В очередной раз позавчера мы в этом убедились. Он и его халуи врут. Им важно, чтобы люди думали, будь-то о них заботятся, будь-то они и правда сидят на каком-то карантине. Вы зачем подыгрываете? Чтобы не быть голословным, вот фрагмент одного из крайних стримов, например, уважаемого оппозиционного журналиста и блогера Максима Шевченко. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Максим Шевченко. Идет третий день карантина. Я сижу в московском заперти и вместе с вами пытаюсь понять, что же с нами происходит. Не буду сейчас тонны чужих роликов показывать ни к чему. Сама ситуация высаживает. Лидеры мнений. Вместо того, чтобы расчехлять лжецов, поддакивают им, ну давайте вобьем за этот месяц в головы всей стране то, чего так хотят бедоносцы. Это Кремлевская обсерватория. Здесь мы обсуждаем наиболее абсурдные новости, попадающие в ленту. Поехали! В тысячный раз. Что такое карантин? Статья 31. Федерального закона номер 52. Ограничительные меры. Ограничительные, понимаете? А теперь давайте попытаемся расшифровать смысл понятия самоизоляция, которое российские чиновники в марте придумали. Самоизоляция. То есть ты сам добровольно себя изолировал. Никто тебя ни в чем не ограничивал. Ты так решил. Какие могут быть вопросы к властям? Я сейчас пытаюсь говорить на юридическом языке. Не нужно в данном случае включать логику и пытаться проводить анализ. Любой юрист вам скажет. В юриспруденции логика не работает. Есть конкретные статьи, уже кем-то написанные. Только на них можно ссылаться. Путин и армия его политтехнологов это знают. Поэтому сознательно вводят народ в заблуждение. То, что буду показывать дальше, сообщение из официального инстаграма губернатора Свердловской области. В которой я в данный момент самоизолирован. Вы хоть примите правильное решение. Люди умрут от нищеты, не работая. Уважаемый губернатор. Если вы посадите людей дома еще на месяц, будьте добры хотя бы мрот каждому выплатить, чтобы народ с голоду не сдох. Люди ревут. Мужчины ревут, как жить, на что кормить семьи. Это толчок в никуда, в нищету. 64% россиян сегодня не имеют никаких накоплений. Это, к сожалению, статистика. Это не я придумал. Ну, какие накопления? Люди живут от зарплаты до зарплаты. 17-20 тысяч рублей средний заработок по стране. Что ты там накопишь с такими доходами? При том, что только за коммуналку приходится платить 6, 8, 10 тысяч в месяц. Кстати, в режиме самоизоляции за ЖКХ все равно платить придется не только за ЖКХ. Сейчас как раз начало месяца. Думаю, у каждого из нас есть день обязательных платежей. У меня как раз сегодня, 4-го, с утра приходят смс. Списание за коммуналку, за телефон, за интернет. Коюсь, кредит за кредит. Блин. Но человек в данный момент не работает. И не потому, что не хочет. Ему запретили работать. Если он выйдет сейчас на работу, его оштрафуют. И его работодателя тоже. А вот введение карантина и, как следствие, режим АЧС автоматом посадит всех нас на больничный. Мы регулярно начнем получать деньги из фондов медстрахования, соцстрахования и так далее. А оплату ЖКХ и части других обязательных платежей возьмет на себя государство. И оплату процентов по банковским кредитам, если они у вас есть, повторюсь, тоже таков закон. Не нужно изобретать велосипеды, принимая всякие фелькины грамоты вроде этой. В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса. Ну-ка, что там? Соответствующий закон приняла Госдума. Отсручили на 6 месяцев. В это время не должны начисляться штрафы и пени. Ага, проценты-то начисляться будут. Еще раз. При объявлении карантина все эти вопросы тут же разрешились бы. Да хоть полгода можно сидеть на таком-то карантине, но власть нас кидает. Хорошо, если ты работаешь на госпредприятии, но многие начальники горбатятся. Нерабочие дни старик обозначил с сохранением заработной платы. А где этому участнику взять денег? Он не сказал, ах, прокредитоваться. Беспроцентные займы там какие-то грозились дать. Во-первых, 2,5 миллиарда на эти цели государство всего выделило на всю страну. А во-вторых, ну попробуйте вот прямо сейчас. Попробуйте оформить такой кредит в Сберии, например. Потом только напишите, куда вас послали. Вот я бы, знаете, охарактеризовал бы четверговое обращение Головнюка к народу, как неуклюжую попытку объявить коммунизм. Понятно, что коммунизм в принципе невозможен, это утопия, однако дед зачем-то пытается. Народ уже анекдоты складывать начинает. Заходит Путин в пивбар всем выпивки за счет заведения. К слову, у меня, если честно, складывается ощущение, что Путин, помимо прочего, на фоне всеобщей беды предвыборную кампанию затеял в пользу партии жуликов и воров, разумеется, не понимаете, как это? Ну, смотрите, кто может составить конкуренцию на выборах в Госдуму его халуям? Правильно, как раз представители малого и среднего бизнеса вроде Грудининых, Потапенко, ну и так далее. Избираться куда-то это дорого, деньги нужны, очевидно, что простой слесарь не потянет, вот они и устраивают травлю на потенциальных конкурентов. Печально, но оно работает. Потому что в критической ситуации мозг у человека отключается. Из личного с сестрой на днях разговаривал, вот уж от кого не ожидал. Она тоже работает начальника. Когда все только начиналось, директор ей сказал, ну, неделю я потяну, смогу платить. Как только стало понятно, что неделей дело не ограничится, сообщил, извини, но сидеть дома. Ты будешь за свой счет мне платить, зарплату тебе нечем. И что, моя сестра? Нет, она не на Путина злится. Она ненавидит своего работодателя. Путин-то далеко, а этот вот он. К тому же, блин, президент сказал, с сохранением зарплаты. Для этого козла президент не указ. В конце концов, он меня нанимал. Он брал за меня ответственность, а не деда Вова. И знаете, сколько таких людей по стране еще? А будет больше. Провидец Потапенко, к слову, несколько месяцев назад об этом говорил. С влачами снова окажемся мы, бизнесмены. Этот снова сухим из воды выйдет. И ведь не поспоришь. Друзья, они делают все, чтобы расколоть нас. Я понимаю, что одних слов недостаточно. Реально, если тебе ребенка не на что кормить, конечно, ты не станешь руководствоваться здравым смыслом. У меня нет рецепта, что делать. Я, как и вы, опасаюсь, что в ближайшее время мы можем получить резкий скачок уличной преступности. Когда грабить начнут за три копейки за еду. Я опасаюсь, что это все может вылиться затем в бунты. В разбитые витрины, в горящие машины. И, к сожалению, гореть будут наши машины, не их. Они-то как раз спрячутся за спиной вооруженной до зубов охраны. И как с гуся вода. Давайте, чтобы не допустить этого, поднимем волну возмущения хотя бы в интернете. Давайте писать петиции. Долбать сообщениями и письмами сайты госструктур. Оставлять комментарии на электронных страницах иностранных газет. Потому что, если мы и сейчас промолчим. Это была Кремлевская обсерватория. Думайте, переваривайте. Увидимся, услышимся завтра на стриме. Гость Артемий Троицкий. Все, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин